Естественно, не застрелиться, а застрелить того, кто сказал это слово культура. Потому что культура, если она подстилка, как падшая женщина, тогда, мои дорогие, да вытирайте они ноги. Какая культура? Когда есть инстинкты, когда есть возможность их использовать налево и направо, какая культура? И вот сегодня я никогда не одену некожаную обувь, и никогда с детства я босиком ходил. Но это должны быть кожаные, Батильевич. Никаких суррогатов. А нам сейчас мир заполнил суррогатами. Я не о России говорю. Она конечная инстанция этого суррогата, который заполнил мир. Я ведь не случайно вам сказал, что в Италии, когда возникает беседа, да и в той же Германии, во Франции, они не знают своей культуры. Мало того, это человек, который, оказывается, из Туниса приехал. А я ему там о чем-то, так сказать, болтаю, про какого-то рабле там и так далее. Что за грусти, понимаете? Еще начинают говорить, что такое понург там и так далее. Вот, поэтому есть вещи, которые утеряны сегодняшним миром. И наша страна в этой связи, она последнее звено, может быть, последнее звено. И то, что вы сегодня пришли сюда на наш вечер, это вы к себе пришли, не ко мне. Вы пришли к себе, это нужно понимать. Потому что каждый из вас, как и я, мы хотим созвучия с сердцами друг друга. Когда уши воспринимает, но главное это, сердце вибрирует от этих слов, от этих разговоров. Они необходимы. И я полагаю, что те из вас, кто пришел сюда, это не просто праздное любопытство, как он там сейчас выглядит или чего он будет там говорить. Дело-то не в этом, хотя, возможно, и это присутствует. Но, тем не менее, главное другое. В чем я вижу смысл подобной встречи в книжном замечательном магазине, одном из лучших. Потому что, сказать, вот сейчас, ну, я не могу сказать, где еще есть подобные магазины в Европе. Их нет. Вот таких, вот таких огромных по объему, по смыслу, который лежит на этих полках, наверняка здесь разная литература есть. И не очень, а есть и очень, а особенно классика прекрасная и так далее. Все это понятно. Но в Европе сейчас, и вы, и в Лондоне найдете такого вот огромного полигона, двухэтажного, насыщенного той культурой, той велитристикой, которая действительно может человека поддержать. И я благодарен, что дирекция этого заведения пригласила меня, и вот таким образом мы с вами встретились. Вы меня простите, пожалуйста. Дело в том, что я, как говорится, дорвался. Да, вот я, как говорится, дорвался. Я вот Еленырина, мы прям почувствовали, что я хочу заткнуть фонтан свой, как козьма. Не нужно, говорите, говорите. Братья Жемчужниковы и Толсты, они знали, о чем они писали. Вот. Ну, что вот свойственно мне, потому что я не так часто встречаюсь с людьми, которые мне сразу же становятся симпатичными. Вот поэтому я могу до утра, после завтрашнего дня. У меня все. У меня есть, что вам сказать. Вот. Кто-то что-то хочет спросить, пока я плачу. Я-я. Добрый день, меня зовут Елена Ронина, писатель. Молодь, спасибо большое за вот этот спич, замечательный. Я хочу сказать, что, естественно, мы все в 73-м году, когда увидели фильм «Закалявая сталь», мы все девчонки были влюблены в Владимире Фондове. А сейчас? Дальше, 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 был еще один любимый день, это «Отцы и дети». И все были влюблены в Кирсаново. Вот. И благодаря этому фильму, и благодаря Тургеневу, и благодаря Тургеневу, и благодаря Тургеневу, и благодаря Тургеневу, вот так случилось, что за прошлым годом мы делали с тобой вечер, который был посвящен Тургеневу и в Акушинском музее, совершенно верно. И я к своему путилику и студенту узела вот эти твои книжки и приобрела их, прочитала и была, ну, просто восхищена тем, что Фонд Киркенев не только актеры, театральные и киноактеры, прекрасные писатели. Вот, вы знаете, сегодня я еще раз заглянула в Экипедию, и опять все твои работы, и театральные, и кино, и озвучения, и мультики, есть и слов, у них нет. И я считаю, что это просто безобразие, потому что... Интреи, интреи. Да, потому что, вот, вы знаете, я давно уже в журе литературного модуляса молодых писателей, и обычно, когда я говорю «живу и слушаю», ее понесено, и я не буду так слушать. Да, все хорошо. Я все время думаю, каким языком написано произведение, о чем написано произведение, и нравится ли оно мне. И вот, чтобы не растекаться в подъем, первое, это, конечно, язык. Необыкновенный язык. Мало того, что мы много слышим Владимира Конкина по телевизору, и видим, каким красивым, богатым языком он общается. Вот точно так же написаны и двух книг. Я хочу сказать, что это определенный мостик к языку и Тургенева, и Пушкина. Конкина нужно читать, чтобы не забывать. Вот те слова, те эпитеты, которые он употребляет, вы знаете, он же себя безумно обедняет. Это то, о чем ты сегодня поговорил, и вот то, что есть в твоих книгах. Но этот книг может быть современным, а может быть современным. Вот как все в твоей книге, это же, понимаете, это деревенская проза. Это и Абрама Крясина, и вот все, что раньше забыли. Это совершенно другой язык. Меня эта книга совершенно потрясла, поразила свои правды. Откуда? Откуда? Это какая-то, понимаете, это талант, это генетическая память. Но человек не мог знать о том, что такие вещи стояли в избах бедных семей. А у тебя все это конкретно. И тут есть и воровской жаргон, и жаргон людей, которые, ну, вообще, совсем бедные поисты, которые тянутся культуре. Это мой язык. И спасибо тебе огромное за это. Я уверена, что эта книга написана точно так же. Тематика. Всегда человек. Всегда судьба человека. И всегда его самые лучшие стороны и самые лучшие стороны. И всегда это про доброту, это всегда про справедливость. В общем, я поздравляю от всей души. Сегодня большой праздник. Я хочу тебя пригласить и вообще всех присутствующих здесь. 12 февраля в Театре Апарте будет мой спектакль. Это тоже письма от Рогинина Илья Ордова. Одержимый час. Так что вот одни письма в другие. Письма потом мы сможем поделиться. Огромное спасибо. Я надеюсь, что это не последняя книга. Седьмая даешь 10, 15, 20 и так далее. И всех благ и удачи. Спасибо. Спасибо большое. Вот друзья продолжаются. Вы не подумайте, что только друзья. Вот все мои друзья. Я поднимаю специально на сцену своему знакомому, другу, приятелю, коллеге. Зовут меня Алексей Лобарев. Я в культуре, конечно, мало. С технику пишу, чего хотят. Кино снимался. Сейчас снимаюсь. Член Российского совета Министерства культуры. Но я принадлежу правоохранительному блоку. Я являюсь руководителем массации профсоюзов полиции России. Член Совета Московского уголовного розыска. И я хочу как раз сказать о том, что Лобарев не бросил это копище. И мы постоянно с ним сейчас и фильм снимаем. Мы снимаем сейчас ролик по профилактике правонарушений, против карманных, квартирных краж. Владимир меня обучает в этом. И мы хотим это все здесь распространить. Да, на самом деле. Во-первых, хочу сказать ему огромное спасибо. Он всегда на наших праздниках присутствует. И особенно оперативным сотрудникам все-таки вот эти герои наши, Жеглоп и Шарапов, который, кстати, памятник у нас в Главном управлении внутренних дел установлен прямо на лестнице. И когда сотрудники подразделения приходят на работу, они, конечно, воодушевляются этими легендарными личностями. Но я говорю, Владимир продолжает в этом копище, выступает перед сотрудниками. И огромное ему в этом, огромное наше профессиональное спасибо. По поводу книг я знаю, как он пишет. Самое главное, он не только знает русский язык, он его любит, этот русский язык. Книги великолепные. Их бы сейчас побольше читали, особенно наши молодежь. Мне понравилась последняя книга, где Дарья пишет. Это ее не письмо, это исповедь ее такая, особенно, где в военное время она была в специальном подразделении. Я сам как бы воевал, знаю, что такое горячая речка. Да, да. И я немножко тоже, учитав ее исповедь, у меня немножко тоже повернулось мнение. Огромное спасибо за вот это. В общем, мало ли, я извиняюсь, что там много занял времени. Он отличный товарищ, друг, приятель, родитель и так далее. Спасибо тебе большое, что ты есть, дружище. Спасибо, Владимир Алексеевич, вам за все. За ваши работы в кино, за работы в литературе. Я, как человек, который, как здесь красиво сказали, стремящийся к искусству. Я собираюсь брать именно этот пример с вашей речи. С такой необыкновенно красивой, богатой. И у нас большие планы. Я вижу у вас плавные роли. Мы уже это проговорили. Замечательного героя генерала Карпышева. И это неспознание, неспознание, неспознание. Поэтому надеюсь, что мы будем очень тесно сотрудничать, поднимать патриотический дух. И не только детей, а вообще всех наших людей, которые, ну, кто найдет время, тот прочитает, посмотрит, найдет. Ну, будем вместе стараться. Спасибо вам еще раз. Меня зовут Ирина Расскова, я депутат Синодательского Собрания. И возглавляю Общероссийский общественный фонд Содействия Патриотическому Союзу Граждан Служу России. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я, конечно, не могу. Спасибо. К друзьям вашим, скорее, вашим поклонникам. Нам не дано предугадать, как наше слово отзывется, но нам все чувства и дается, как нам дриется благодать. Эту вещь мы начали с песновей. Начали с благодати. Я к особенному отношусь к эпистолярному жанру. Наверное, потому что в тумбочке перед сном обязательно читаю письма. Каждый раз открывая на какой-нибудь странице. Я понимаю, что мне прислали какую-то лесточку, какой-то совет. И я должна менять этому совету и следовать этому на следующий день. И сегодня я пришла к вам, потому что сегодня много, казалось бы, говорят о письмах, но, тем не менее, не каждый, а, может быть, единица уже владеет этим необыкновенным красивым жанром. Я благодарю вас. И, конечно, сегодня, когда меня открытия, я привыкла к вас все-таки в военной форме. Ну, а весь наш зрительный зал, все те, кто пришли сегодня, это большая награда. Скоро мы с вами говорим о военном. Ну, а представляю я здесь все-таки себя как поклонницей, как я уже сказала. Замы у меня Ольга Фаллер, и я служу в Министерстве Анастасии Российской Единицы. С вами генерал Савельевич. Ну, так вот. Маршал уже. Да. Глазов. Спасибо. 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 Ну, наãy subscribe. Уboll. Выходите. Вы во visite? Да. Пожалуйста! Спасибо. У меня вопрос, наверное, стандартный, в отношениях к гостам, но я в деревне живу в Арктии с 50 лет больше. Поэтому, как вы относитесь к Арктии Камчегину сейчас и когда вы снимаете, как вы снимаете? Ну, в картине в этом году, в девятнадцатом году, ноябрьские бывшие наши праздники, исполнится в 46 лет всего лишь. Это был мой дебют в кинематографе. Естественно, это первая работа в кино, мне 21 год, хотя я уже был женат на четвертом курсе, у меня уже презентации родились. Но, тем не менее, я как бы лишился такой, скажем, семейной опоры. Я не был таким уж окончательным маминкиным сыночком, но, тем не менее, интеллигентная семья. У нас как-то не принято было там орать, чего-то, еще что-то. И я помню даже, если вдруг у родителей возникал некий, даже не конфликт, а недоумение, они всегда избегали таких вот, особенно при ребенке. Это вообще не было никогда. И они уходили там на путь. Чувствуется, что шепот возбужденный, но, тем не менее. Я был все время как бы вот под присмотром, понимаете? И когда я появился на студии Довженко, режиссер Мащенко, с моими длинными глазами, сказал, «О, это наш Лещинский». Потом, значит, говорит, «Ну, это малюсенькая. Прочитай что-нибудь, ты вот только театральное училище закончил». Я ему Маяковского прочитал. Он меня утверждает на роль Цветаева. Это антипод Павла Корчагина. Как видите, до Корчагина тоже был путь непростой. Прошли годы, и многие уже знают об этом, что тогда начал сниматься в роли Корчагина Коли Бурляева. Человек опытный, человек, который, сказать, с молодых ногтей снимался у Тарковского. Какая школа гениальная и прочее. Но, тем не менее, как ни парадоксально, мои дорогие, вот ему было тогда 25. Постарше меня, мне 21 исполнилось, а ему 25. И вот этот опыт, который у него был актерский, потому что он уже знал, что такой кинематограф и так далее, его и погубил. Как это ни парадоксально. Потому что то, что задумал Мащенко, Корчагин должен быть как икона. Это должен быть светлый, внутренне сияющий человек. Когда глаза на крупном плане, мне иногда мало одаренные люди говорят, ну что там крупный план, положительный герой. Да ты сделай это глазами на крупном плане, чтобы люди после этого поехали вам строить. Что было после нашей картины. На 17-м сети в ЛКСМ я был делегатом. И стояли ребята, молодые. И первый десант на вам поехал. Молодых людей, вдохновенных строительством Больской узкоколейки для Киева. То, что мы снимали в 3-й и начале 4-й серии. Для меня, честно вам признаюсь, это была первая работа. Это было ученичество. Потому что, когда я, так сказать, как-то, ну не мог я вот мизансцену с Тонией Тумановой как-то вот не так, как он мыслил. Или, так сказать, когда я с мамой, прекрасная Максимова Антонина Михайловна, вечная наша мама в кино. Помните балладу о солдате? Маленькая роль, ну как она хорошо и гениально это сделала. Она меня очень любила. Мало того, так сказать, даже моя мама сказала, слушай, как вы похожи. Потому что вот Антонина Михайловна была несколько похожа на меня, а я, безусловно, на нее. Но мащество нужно было, чтобы тут, так сказать, тут же слеза навернулась, там еще что-то. Я когда со своей мамой прощался там на перроне, когда я уезжал, я наоборот, это она плакала. А я, мама, ну ты что, да все нормально. Ну перестань, моя хорошая, я люблю тебя. Все будет хорошо. Я тебе сразу напишу письмо. Не волнуйся. То есть, ну, поддержать как-то. Вот у нас в семье было так. Мащенко понимал это иначе. Почему у тебя сухие глаза? Ты не любишь свою мать? Потому что он был украинец, поэтому, наверное, на каждом месте он рыдал с детства. Может быть, так оно и было. Потому что он родился и миловатки, мама была скотница, он этим гордился. Папа куда-то там подевался. Их было семь детей. И он самый маленький, младший. Вот. И потом вот такого талантливого человека. Но характер у него был, конечно, жестокий. И вот он снимал с меня эту интеллигентную кожицу мою. Как я плакал, мои дорогие, помимо того, что перед камерой. Как он надо мной глумился, бросал в меня всякие штуки, например, мегафонов. Хорошо, что я всегда был подвижен, это бы башку могло проломить. Или сказать, он стул швырял и спадрил. Потому что я не понимал, что от меня он хочет. А он иногда был весьма косноязычен. Потому что он-то понимает, что он хочет. Но ты объясни по человеку, что он мне орает. На меня не орали в детстве. Я не понимал, что это такое. А он орал. Вся группа съемочных, 100 человек, по струнке ходили, сказать, не дай бог. Он не в настроении там или еще что-нибудь не так сделать, убил. Тем более, он был первый в статье союзским терапевтистом Украины. Поэтому тут много чего. И я плакал. Но вы знаете, как я прошли годы, и я благодарен ему. Его нет уже на белом свете. Вообще, так сказать, из как закалялась Дань, наверное, ну, может быть, Наташа Сайко, Тоня Туманова. Но я с ней работал в театре на Таганке, и я ее последние 15 лет вообще не видел. Она куда-то вообще исчезла. Что с ней, чего с ней было. Просто вот бывают какие-то такие загадочные судьбы. Да. А так-то все поумирали. Уже нет никого. Понимаете? И я благодарен за то, что Мащенко... Меня папа с мамой лелеяли. Понятно, порог сердца там то и все. А он-то... Ему нужен был Корчаев. Вот этот нерв. Вот эта внутренняя сила. Когда глаза наполнены смыслом. И он, не стесняясь тогда, будучи партором в киностудии, он говорил, «Вообще я снимаю не просто Павла Корчаева». Это вы в этом снимали просто. «Я снимаю икону! Икону я снимаю!» Вот так вот он, так сказать, проповедовал. И, наверное, в чем-то и преуспел. Потому что огромнейшее количество писем тогда люди все-таки эпистолы снимались. А ведь все-таки, извините, пожалуйста, нужно купить конверт, бумагу, адрес. А какой это? А кому на деревню дедушки? Чьего? В общем, там он упал. Вот. Тем не менее, письма приходили там на студию, да, в Женька, туда-сюда. Письма женщин. Письма женщин. И женщин, естественно. А сегодня нужен образ? Да. Я полагаю, что он необходим. Почему? Потому что мне в последние годы со всех сторон говорят, что у нас в Конституции написано, что у нас нет идеологии. Ложь! Идеология разрушения существует! Любой канал включите! Любой! Вы везде увидите мерзость, гадость. Почему, да? Почему эти ДНК, слюни, кто кого, кто чего? Почему? Да потому что вы должны знать, что вы скоты. Вы быдло! Понимаете вы это? Понимаете? У нас нет идеологии, кто манипулирует газетенками, исключая литературную газету и прочие средства массовой информации. Я уже не говорю про паутину, которая просто, надо сказать, черти что там творится. Я, слава Богу, в теоретах паука этого не существует. Так вот, я говорю об образе Павла. Вот все, что я говорю, я говорю именно об этом. Потому что это идеология. И она у нас необходима, чтобы возродилась. Вот сейчас уже какие-то слова там. Вот был у меня концерт, где Владимир Владимирович присутствовал в Петербурге. 75 лет снятия блокады в Ленинградске. И вот там зал октябрьский. Сидит там 2000 человек. И я так иногда так посмотрю в зал. А все люди-то с седыми головами. Молодежи нет. А молодежь это завтрашний день. Это они должны для себя строить узкоколейку. Какую узкоколейку они построят? Понимаете? Поэтому куда страна наша? На каких рельсах окажется? И кто будет эти колесики крутить? Есть ли глумление над Карбышевым, над любым подвигом и так далее? Я никогда не забуду первые такие предвестники свободы слова. Когда Горбачев пришел к власти в 87 году, первая хурительная статья вышла про мое творчество. Была такая шапка. А этот, то бишь я, выпал из гнезда. И Корчагина там чуть ли не Гитлеру приравнивали. Что вот это его идеология, что вот это его вот, вот это вот, надчеловечность. Не бывает таких людей. Да! Очень часто таких людей не встретишь на улице. Но в этом и есть главный смысл, пример. Он должен, я полагаю, что идеология это не перст указующий. Это ни в коем случае не пошлая дидактика, которая любую идею разрушила. Нет. Это тонкая, умная, внутренне насыщенная жизнь работой с людьми. Когда выходят на сцену там какие-то губернаторы, какие-то там мэры. Вот я вижу, что морда вора просто. Понимаете? Просто морда вора. Вора в предыдущем уже наворовал. И кажется, вот сейчас слова придет и не будет. Гоголь прав. Прав наш Николай Васильевич. Он на века видел вперед. Только власть всю варила поганую и все. Понимаете? Поэтому, когда, как они с людьми разговаривают. Это же уму непостижимо. Но зато стрелять в зверей краснокнижных будут. Чваниться, так сказать, машинами, кичиться своими дворцами и так далее. А письма женщин? Да что ж ты все время лезешь? Ну чего? Ты все время лезешь. Ну вы все меня лезешь. Ну вы все меня лезешь. Советский Союз от застенок. Это вот сейчас. Это вот тоже. Вот это все. Вот это не свобода. Вот это. Тысячу раз, как я этим управляю, это такой же отстой, как они сами говорят, о тех людях, которые настроены патриотично по отношению к своей России, к своему дому родному. Я изъездил весь мир. Да, в Австралии я не был. И в Африку не люблю. Там семь прививок нужно сделать, а у меня аллергия. Поэтому мне туда не надо, там нечего мне там делать. Но я, так сказать, много раз бывал в Соединенных Штатах, в Канаде. Я играл там в спектакли и делал творческие встречи. Я знаю, о чем я говорю. И не только для русскоязычных людей. И когда я показывал фрагменты из «Как закалялась сталь», то многие мальчишки и девчонки из этих кампусов, которые, в общем-то, чего ему это какой-то там корчагин какой-то. Не Шарапов, заметьте, а корчагин. Ведь для них это было таким откровением. И я свидетель того. Моя супруга покойная была вместе со мной. И она могла бы это подтвердить. Это очень важно. Потому что если нет у тебя этой внутренней... Ведь, честно вам признаюсь, мои хорошие, вы все родные мне люди. Вы думаете, мне легко живется с моими мыслями, с моими писанинами, с тем, что я Конкин. Меня каждая скотина вдруг в свое время начала шельмовать. Какой я нехак, потому что не надо идеалов. Не надо, потому что он что-то как... Да я чуть подыграл. Мы тоже играем. Мы все на официального мастя. Мы все умеем вообще валивать. Все эти камеди клампы, эти изгаляющиеся бездарности. Просто как червяки, избивающиеся. Если у нас степень высшей культуры, это КВН. Ребята, ну с ума же сойти. Ну, КВН это определенный жанр молодежный. Рэп еще хуже. Я никого не хочу осуждать. Но это именно та идеология разрушения, в которой присутствуют наши молодые люди. Они не знают, какие корчанины, какие-то шарапы. Они телевизор не смотрят. Да им и не нужно. Они смотрят свою чушь собачью. Да еще, так сказать, делают постоянные... Они же все артисты. Эти селфи и так далее. Это отвратительно. Но они живут в этом. Кто их пасты? Кто их руководитель? Дома никто ими не занимается. В школе функции у учителей...